Мы сначала сделаем небольшую обрезку, потому что нам все-таки надо будет отобрать какие-то ветки для работы, а какие-то просто отрезать или сделать из них в будущем джинны. Вот смотрите, вот эти нижние ветки, они вроде бы есть, и они вроде бы как живые, но на самом деле, учитывая общее состояние дерева и учитывая их состояние, этих веток, ожидать, что они усилятся, наверное, можно только если, скажем, махануть вот эту макушку здесь. Но поскольку эта ситуация совершенно невероятная, я думаю, как бы нам не хотелось все-таки максимально опустить ветки вниз, у нас это не получится. И лучше не мучить себя иллюзиями все вот эти уже либо сдохшие полностью, либо полумертвые ветки просто отрезать. Естественно, всю эту мелочевку мы отрезаем полностью, она не нужна. А те, что они, ну то есть расставлять их в качестве джинов, это бессмысленно, они очень тоненькие, быстро сгниют, ничего мы не получим. А вот те, что потолще, давайте мы оставим пока вот эту ветку. У меня тянутся руки ее отрезать, но я думаю, что ее можно пока оставить, может быть, она все-таки пригодится. То есть, ну понятно, что при обрезке нужно следовать принципу, чем меньше, тем лучше, потому что отрезать это секунда, а вырастить новую это годы. Поэтому отрезаем тогда, когда уже очевидно, что без этого, ну просто, ну никак. Конечно, важно учитывать, откуда мы будем вообще смотреть на это дерево в будущем. И тут у нас выбор небольшой. Конечно, нужно при выборе лица, как мы говорили, да, нужно начинать анализ самого выигрышного вида с неба, с основания, то есть вот где оно лучше всего смотрится. Но, смотрите, это, конечно, хороший очень подход и правильный, но у нас вот эта вот ветка, которая единственная, может стать новой макушкой, она находится вот здесь. И это говорит в пользу того, что здесь мы лицо сделать не можем, потому что макушка у нас останется где-то сзади, да. Поворачивать ее боком, чтобы вот так вот ствол смотрелся, и вот так вот. Это некрасиво, потому что ствол прямой, и вдруг он на макушке делает какое-то непонятное совершенно отгибание, вот эту вот петлю, которая совершенно не про что. Так, давайте продолжим. То есть мы выбрали лицо, вот оно с этой стороны, вот эта макушка, она идет вперед на зрителя, немножко сильнее, чем это нужно, но это допустимо. У нас очень маленькая крона, поэтому мы сейчас вообще минимизируем обрезку до самого минимума, потому что мы не хотим оголить это дерево сразу, одним шагом. Это хвойные деревья, они не любят, когда их крону берут там и уменьшают в половину там или еще больше. Они реально очень болезненно это переносят, это не листопадные, которые можно под пенек обстричь, и они быстренько обрастают новой поросли. Эти не любят, для них крона очень важна именно для питания, они много впитывают этой хвоей. Корни у них всегда ослаблены, именно поэтому они плохо отводятся, вот почему воздушные отводки не так работают. Вот здесь сейчас срез ровный, да, от пилы, вот он будет смотреться еще более похабно, чем вот эта вот штука, которую можно покромсать и сделать... Выкромсать? Выкромсать можно, но мы это успеем сделать. Я говорю, я не люблю двигаться, как бы забегать вперед, я хочу посмотреть, что получится с этим, может быть оно будет интереснее. А выкромсать я всегда успею, это как бы много времени не займет. Мы не делаем, сейчас извини нас, дерево, которое, да, какое-то идеальное такое дерево, да. Это такой вот очень грубый материал, и стиль, соответственно, у нас будет тоже... Оно, кстати, грубое и по фактуре, да, так и большая хвоя, это же даже не наша ель, а колючая ель. То есть она не очень бонсайная хвоя, и здесь вот не нужно вот этой зализанности, не идет этому дереву. Чем грубее, тем лучше оно естественно смотрится. Как я сказал, мы оставим, мы оставим вот этот пучок весь на одном уровне, хотя он и существует, потому что, отрезав любую из этих веток, мы как-то сразу, мы сразу оголяем очень много всего. Значит, сгибать елку, конечно, можно достаточно радикально и без особого страха, она гибкая. Листопадные, скажем, деревья, конечно, так гнуть не получится. Во-первых, они многие, даже и не согнутся. Скорее всего, вот граб такой толщины согнуть. Ну, на большом диаметре немножко согнешь, а вот так вот, чтобы взять и опустить, вот прямо у основания просто не получится. И там в любом случае надо это делать намного аккуратнее, то есть, прямо, во-первых, не подставлять вот так вот пальцы. Потому что, когда ты создаешь основу, сгибая, она там ломается легко. И, кстати, желательно, чтобы проволока вот под тем местом, где самый изгиб будет, она не проходила снизу, потому что опять создается основа для слома. Ну, это не всегда, конечно, получается. Но в любом случае хотя бы пальцы не подставлять, то есть, гнешь вот так вот, а не вот так вот, не упираясь пальцами. И гнешь, конечно, потихонечку и слушаешь, напряженно так, ожидая там все, что угодно. Это может, как только треск начался, естественно, все, ты закончил на сегодня. Или, может быть, треска нет, а вдруг вот она сопротивлялась, сопротивлялась и пропало сопротивление. Все, надо срочно останавливаться. То есть, там уже надлом, он просто произошел без треска и все. Уже сопротивление пропало неожиданно вдруг ни с того ни с сего. Ну, вот елки у них, конечно, такое преимущество, что можно как-то без этого, да, обходиться. А вот эта вот толстая, да, видите, она уже не так ее держит. То есть, мы сейчас что делаем? Мы сейчас делаем такое некое первичное, да, формирование. Мы, конечно, не будем все ветки делать. Во-первых, времени на это нет. Хотя их не так, конечно, много, как могло бы быть. А во-вторых, в этом нет даже особого смысла пока. Да я думаю, что из точки зрения здоровья дерева это не очень было бы правильно, а потому что оно не в самой лучшей форме находится физически. И оно неплохое, кстати. Нельзя сказать, что оно там помирать собралось. Но, тем не менее, дерево любое дает вполне определенные возможности. Их не каждый всегда может увидеть, и я в том числе, сразу. Но, тем не менее, это вот определенные возможности. И вот каноны нужно на эти возможности нанизывать, а не наоборот. Потому что, если ты берешь дерево и уродуешь его ради канонов, то, скорее всего, у тебя ничего хорошего не получится просто. Вот и все. То есть, надо почувствовать, что тебе дерево говорит. Когда Наку спрашивали, а вы разговариваете с деревьями? Ну, он всю жизнь с деревьями как бы прожил. Он говорит, я что, на сумасшедшего похож? Я умею слушать деревья, он сказал. Так что, их надо действительно слушать. Но слушать не ушами, а душой. Слушать и понимать, что эстетически дерево тебе предлагает. И это самое сложное.